Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры Перми, бывшие с ФСБ, Бессонов Алексей Борисович. Тема сегодняшнего поста – ФСБ и психиатрия. Вы знаете, я не стесняюсь об этом говорить, я сам, ну, конечно, в ФСБ был направлен в психиатрическую больницу, после того, как занял позицию по одному из уголовного дела, заявил, что организация разбойного покушения была организована в основном подразделении ФСБ, после этого психушке, ну и пошло-поехало. Меня признали психопатом, справку в дело уголовное вложили, чтобы не следовать мои заявления не рассматривать. Потом я через два месяца прошел повторную комиссию, ну и признали здоровым. Ну, в общем, это, так сказать, всем известно, все знают. Вопрос вот в каком. Вы знаете, вот то, что сегодня сделали с психиатрией, это, конечно, катастрофа. А между прочим, я, конечно, не специалист власти психиатрии, но тем не менее, вот нам считали судебную психиатрию. Все в своем деле, в академии. И я вам хочу сказать, что, вы понимаете, вот была удивительная, мощная наша отечественная советская психиатрия после войны. Вот надо понимать, что процентов 20 личного состава потерь во время войны связана в той или иной степени с психическими расстройствами. Причем бывают тяжелейшие после войны, после, так сказать, контузии. И вообще, вы знаете, вот наше отношение к психиатрии, оно какое-то, понимаете, исчерпок там был у психиатров все, уже, так сказать. Но это, кстати, если ни к разу не было психиатров, это говорит о том, что просто человек не следит за своим здоровьем. То есть надо обращаться. Но они превратили психиатрию, в общем-то, в то, что она сегодня представляет. Так вот, после войны при Сталине выводили из тяжелейших депрессий, из тяжелейших, просто тяжелейших контузий. Огромное количество людей выводили, так сказать, возвращали в армию, в страну, в производство, в хозяйство. Почему? Действительно были психиатры. То есть это действительно были люди, которым в голову не приходило, как можно здорового человека говорить, что у него какие-то психические расстройства. Да? Это началось при Хрущеве. При Хрущеве и потом Андропов это принес в КГБ и так далее, когда диссидентами начали бороться. Но и фамилии, я вот помню, мне судьба это очень интересовала, и она во многом схожа с моей гениалом Григоренко. Он был зав. кафедры кибернетики, ну, на кафедре кибернетике где-то военном академии преподавал. И начал, так сказать, рассказываться против нацспортийных собраний, КПСС и так далее. Ну и только понятно. Я в декурстве, что в стране это, Снежневский академик, вот, так сказать, вот таким вот и так далее. И выглядел из армии, грузчиком работал. Потом он сначала перевели на Дальний Востокий на академию службы, а потом уже его уволили из армии. Без пенсии, без всего. И на Западе он уехал, его признали совершенно здорово. И сегодня, кстати, вот Тарзан, ну, видно, что он ненормальный, так сказать, по поведению и так далее. Бежал в Норвегию, и что, наверное, какие психиатры сказали? Сказали, что там есть все. Там есть, допустим, педагогическая запущенность, там есть уголовные преступления, но там нет психиатрии, там нет никаких заболеваний. То есть, понимаете, психиатрию сегодня превратили, ну, в свое родо, так сказать, в удавку. Ну, это ненормально. И самое страшное, что вот этот клан психиатров, он никак не может понять, что, ну, нельзя науку, медицину превращать в способ давления на общество, на несогласных, на... Особенно в армии, что, вот, советские годы тоже не лучшим, что делали с этой психиатрией, когда тех людей, которые ругались на части, там, официровать и так далее, их тоже пачки не бросали, диагнозы эти придумывали. И я, у меня такая же судьба, я совершенно в этом плане не стесняюсь и говорю, что, так сказать, ну, если бы я не занял позицию, молчал бы, так сказать, не стал бы расследовать, не заставлял, и спокойно бы служил дальше. У меня была квартира в Москве, и, так сказать, у меня были, я был на лучших судьбах, все равно же было открыто. Ну, вот, каждый выбирает свою судьбу, и я выбрал ее такой, и, так сказать, все это я прошел, все я это, ну, испытал на себе все эти прелести тогда. То есть, вы понимаете, ну, поэтому, к сожалению, вот, в психиатрии сделали, ну, сделали какую-то утавку, потому что, ну, посмотрите, ведь, собственно говоря, так сказать, люди сегодня боятся психиатрии, боятся судебной системы. Ведь ни один институт государства не работает, а судебная система тоже самая. Только рожка системы, ни контроля нет никакого, круговая порука. И что вы удивляетесь сегодня, что вас кущевка там и так далее. Так вы всех людей, которые что-то расследовали, противостоял, ругался с вами, или в психушке дела возбудали, выгоняли и так далее. И в Талшкущевке то же самое, там, за фректорами какой-то института заговорила о том, что там группировка и так далее, и тоже в психушку засунули. То есть, сегодня это массовый характер, но уже не столько политически, сколько, так сказать, вот, мафия пытается таким способом противостоять от возбуждения дел уголовных, давить на следователей, на людей, которые занимают активную позицию по уголовному делу, на потерпевших, и так далее. Все это сплошь и рядом. Когда потерпевший заявляет, что, так сказать, воруют и так далее, а на него психушку, так сказать, ненормальную, так сказать, и так далее. К сожалению, это вот, ну, должен быть человеку стыд. Вот я, например, следователь, да, я юрист. Конечно, если бы кто-то, так сказать, попался, может быть, и не лучшее впечатление бы я оставил, но, по крайней мере, я не за одно обвинительное заключение, которое я составлял, мне не стыдно. Я ничего, так сказать, то, что положено, да, может быть, где-то, так сказать, больше квалифицирован, может быть, где-то, но это такая профессия. Но я не, ну, вы понимаете, следователи обязаны ругаться, человек, который в правительной системе, все-таки должен ругаться, должен быть агрессивным по какому-то, не должен быть хорошим человеком. Но вы же всю правительную систему развалили, вы же все разрушили, вы же вот этими цинизмом, отсутствием правой системы, защищенности, вы довели до того, что вот уже бандиты сегодня по 12 человек вылезают и так далее, и у вас хватает совести задать вопрос, как с этим бороться. Ну, как бороться? Вы порядок найдите в государстве, пускай у вас будут хоть какие-то институты государственные работать. И так же нельзя, когда здоровых людей, там, скажем, какая, какие у меня заболевания, когда я в КГБ проходил такие комиссии, что, так сказать, там, как космонавт здоровые годы, ну, к сожалению, к сожалению, такие годы такая страна, поэтому, к сожалению, надо понимать, и когда вот вы сталкиваетесь с ситуацией, что он лежал в Чискурске и так далее, особенно военные, вы всегда посмотрите, в чем причина. Да, там бывает после ранения, у меня, кстати, тоже ранили, но, а бывает после конституции с начальством, поэтому сплошь и рядом это были. Поэтому стыдно, стыдно, что вот институт такой психиатрии превратили вот в то, что они сегодня превратили. Спасибо, интересно, спасибо, Борисович.